Всем привет! Это Алекс. Я говорю только о том, что мне действительно интересно. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, оставляй комментарий, делись ссылкой с друзьями. Сегодня наша тема – голодание. Поехали! Что мы знаем о голодании? Это могут быть определенные посты, это могут быть определенные вынужденные действия человека. Человек голодает, когда ему хочется избавиться от болезни, похудеть и так далее. Что такое пост? Пост – это ограниченное голодание. Я бы не сказал, что это голодание как таковое. Голодание может быть сухое или на воде. Ну, сухое голодание более болезненное, но оно быстро очищает организм. А голодание на воде может проходить несколько этапов. У меня есть собственный метод и опыт голодания. Было такое, что я голодал 14 суток, 7 суток на воде и 7 суток без воды. Было очень тяжело на самом деле. Сейчас я придерживаюсь того, что правильное голодание – это полутора суток, или 36 часов, или 40 часов. Как это происходит? Вечером в 6 часов вы перестаете кушать, до этого вы готовитесь к голоданию. То есть последняя пища – это фрукты или овощи. В следующий день вы полностью ничего не кушаете, только пьете воду. И следующий день, то есть третий день получается, до 12 часов можно пить только воду. Воды можно пить лучше много, каждый час, например, по стакану воды. В это время лучше ничего не добавлять в воду, как это была моя основная ошибка – мед или сок лимона. Потому что на самом деле это голодание уже не на воде, это получается сок или разбавленный, концентрированный сок. В чем минус? Минус в том, что тебе постоянно хочется кушать, а при голодании на воде кушать не хочется. Что такое голод вообще? Голод – это потребность человека есть. То есть он не голоден на самом деле, он хочет есть. Голод позволяет человеку убрать привычку жевать что-то. Если вы обратите внимание на себя же, то в течение дня вы что-то жуете, пережевываете, постоянно чем-то закусываете, перекусываете. На бегу и получается так, что вы иногда едите весь день. Но это на самом деле неправильно, наш организм от этого стирается и стареет быстрее. Зачем люди устраивают голодовки или голодают? Ну, прежде всего, это эффект омолаживания. Второе – это скинуть лишний вес на самом деле. Третье – это вылечить какую-то болезнь. И четвертое – это мода. Если голодание провести неправильно, то есть минусы во всем этом. Первый минус – это то, что если голодание провести сразу, без подготовки и на сухую, то шлаки будут уходить очень быстро, приведут к головным болям, и человек просто будет обстошен, и он не сможет правильно даже оценить пользу голодания. И второе – не все правильно выходят из голодания. Во-первых, нужно к голоданию готовиться всегда. Это психологическая подготовка и физическая, конечно же. Как я уже говорил, до голодания лучше ничего не есть тяжелого, тем более мясного, жареного и так далее. И после голодания выход из голодания должен быть таким, чтобы вы сначала попили много воды, потом попробовали с водой разбавить сок, моркови, яблоко или банана даже. Сок не должен быть концентрированный, он должен быть разбавленным. Второй прием пищи – уже можно не разбавить сок, потом салат, и только потом уже блюда, которым вы привыкли кушать. То есть в течение одного дня вы только выходите из голодания. Получается, у вас даже не полтора, а если так сказать, два дня голодовки. Какие результаты вы получаете в результате голодания? Ну, прежде всего, это омолаживающий эффект. За полтора дня такого голодания можно обладиться на три месяца. Второй эффект – это потеря веса. То есть за те же самые полутора суток можно потерять до трех килограмм. Представьте, почему это происходит. Потому что организм в стрессовой ситуации начинает съедать свои подкожные жиры, расщеплять их на воду. И вот это большой плюс, потому что можно потерять вес легко. Во время голодания меньше хочется спать, больше хочется двигаться. И вот это вот и есть большой совет. Во время голодания для того, чтобы правильно его проходить, необходимо активно продолжать что-то делать в своей жизни. Можно гулять, можно читать, можно заниматься каким-то видом спорта. Главное – все в меру. К самому голоданию лучше подойти с точки зрения психологии, подготовиться. Именно психологическая подготовка важна. То есть если вы думаете, что у вас ничего не получится, лучше не начинать. Если вы думаете, что у вас все получится, это уже 50% успеха. Представьте, как вы будете голодать, что вы будете делать, запланируйте свой день заранее. То есть куда вы пойдете, что вы будете читать, чем вы будете заниматься, будете ли вы готовить или смотреть на то, как едят другие. То есть это очень важно. Ну и самый большой плюс вот такого голодания, он позволяет понять, что на самом деле человек не очень-то хочет есть. Это просто привычка. И вот такой метод голодания поможет перейти на правильное питание. То есть, во-первых, это кушать меньше, чем вы привыкли. Во-вторых, это возможный переход на вегетарианство, веганство и сыроедение. Я уже более 9 лет приверженец вегетарианского образа жизни. Мне это нравится, я этим доволен. Первое время был скачок в весе, но не поверите, сначала я очень много набрал, а потом я скинул эти килограммы сейчас. Я в оптимальной форме, как я и считаю. Фотографии мои вы можете посмотреть вконтакте или инстаграме. А с вами был Алекс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте и делитесь с друзьями моим видео. Пока-пока!